здарова космические зайцы у микрофона кусок зайца и в этом видео я хочу по ностальгировать вместе с теми кто застал так сказать золотую эпоху отечественных игр да не удивляйтесь было и такая эпоха есть такая игра называется она экс-машина вышла эта игруля 8 декабря 2005 года на просторах постсоветского пространства данная игра известна именно как экс-машина а вот лопендосы импортные знают ее под названием hard track апокалипсис игру разработала студия торгем games студия это из екатеринбурга и на удивление данная студия подарила нам прилично так неплохих игр со стапелей их разработки сошли такие проекты как магия войны экс-машина симбионт star конфликт и кроссаут да да не удивляйтесь star конфликт и кроссаут это именно их проекты дело в том что ныне данная студия является одним из подразделений гайджинов сразу скажу что игру мне задарил вот этот вот человек я вспомнил детство и вспомнил от чего у меня тогда горел пердак и сейчас от чего у меня загорался пердак нет нет не думайте на самом деле игра очень хороша но были моменты да что там говорить они до сих пор остались так вот от этих моментов просто горела жопа от каких моментов вы спросите если меня спросить мелкого в прошлом как можно описать игру x машина и сейчас спросить то ответ будет почти идентичен разве что будет разница в количестве матов если вкратце то x машина это игра в которой ты можешь распанахать свой грузовичок прямо на выезде из города причем этот выезд будет осуществляться автоматически ну или ты можешь убить себя просто подпрыгнув на какой-нибудь мелкой кочке перед мостом и взорваться ударившись об убалку этого самого моста такое в этой игре сплошь и рядом ах да еще стоит учесть то что автосейва в игре нету то есть если вы забыли сохраниться по какой-либо причине перед какой-либо миссии и уехали на две три а то и пять миссий вперед и там вас убили то поздравляю вас вы будете проходить эти все миссии заново да для того времени эта игра можно сказать было революционной представьте себе в те времена уже в игре была система повреждений техники колеса меняли форму и начинали ходить восьмеркой от повреждений багажник бампер кабина тоже изменялись от повреждений от выстрелов оставались следы на кузове в общем даже сейчас некоторые проекты не могут похвастаться такими нюансами и такой проработкой техники но вот физика авто в игре оставляет желать лучшего шутка сказать но довольно хорошо себя ведут только два типа авто в этой игре это молоковоз и миротворец все остальное это от лукавого либо слишком быстрые либо настолько часто подпрыгивают что просто пятая точка горит однако стоит отдать должное разработчики проработали не только повреждения транспорта также ко всему этому прибавьте разнообразие оружия и модулей улучшение оружия а также улучшение ходовых характеристик авто в общем есть где разгуляться разнообразие кузовов разнообразие прицепов даже сейчас все это смотрится прилично а представьте себе какой восторг был в те годы тот 2005 год но это всего лишь один из факторов были и другие одним из ключевых факторов это было ветка сюжета и разветвление веток сюжета до трудно в это поверить но сюжет тут хоть и ведет к трем концовкам но даже на старте игры можно пойти различными дорогами этим концовкам и вариация прохождения локации при этом будет разное и вот на этом моменте я вас предупреждаю сейчас начнутся спойлеры сюжета игры хотя учитывая что эта игра очень старая я дико сомневаюсь что кто-то решит пройти ее самостоятельно нет ну правда это же я такой подорванный что проходил ее два с лишним дня правда мое настроение омрачил еще и тот факт что захват этой игры работает через одно место об с говняет картинку и сжимает ее до неприличного размера так что потом ее никак маломальски не выровнять а бэндикам дико калит звук который начинает заикаться ну а вшитая утилита nvidia хоть и говорит что могет захватывать все что угодно но периодически встречаются мерцания картинки с резким переходом на рабочий стол так что сюжет я расскажу вкратце и немного разберу некоторые моменты что мне не давали спокойно так сказать конфетки жевать во время прохождения данной игры начинается все затравки люди жили хорошо но как выяснилось недолго силы обороны земли сбили пролетающие мимо нло а может и не мимо пролетающие нло но короче сбили все было круто но ученые на борту этой тарелки вскрыли что-то из-за чего по всей планете наступил полный пиздец выжили люди это некоторые людей спас неизвестный ученый который разработал маску которая делает воздух пригодным для дыхания люди были обречены носить маски с рождения и судя по лору никто не видел теперь лиц друг друга маски как бы всех уравняли ну прям планета мандалорцев а еще это напоминает фильм через тернии к звездам там тоже была планета наподобие такой же главный герой пацан которому вот-вот исполнилось 17 лет и его батяня который судя по его прикиду заядло игрок в картошку хотя сына тоже походу поигрывает картофан причем задроцки так вот батяня отправляет его впервые в министа дипешу отторбанить видимо батьки нужен новый премтанк и он решил поднапрячь порубка пацан радостный прет в город и впервые встречается с бандитами которые пытаются обломать ему рога рога обламываем мы дама по имени лиса или лиса пристает к нему и вот тут есть разветвление сюжета выберите вы помочь дамочки и сюжет пойдет по одной ветке заподозрите неладное и сюжет встанет на другие рельсы в общем доставив посылочку читаем диалог о том что товар как всегда наивысший класс и мы дуем обратно приехав обратно видим как полыхает наша фазенда парень в шоке все в огне а это значит что в танке не зарубиться на земле он находит еле живого батяню который в пожаре докатывал катку суть до дела мать открывает страшную тайну не сын он ему ибо не мог он породить такого ракала красноклешнева с красной статкой настоящим родителям пацану приходится некий айвен го ну судя по имени такой же ракал как и в наш протеже вот и начинается лихо хотя не очень закрученный сюжет и тут я бы мог рассказать вам о каждой миссии в игре но это было бы очень скучно и к тому же кому это нафиг надо короче давайте к самому интересному поначалу мы ищем зацепки по городам о том где бывал наш нерадивый батяне а да к слову папанья главного героя не просто шаромыга какой-то а великий исследователь и первооткрыватель и можно сказать ученые по лору он возродил цивилизацию он научил людей получать электричество использовать радио и еще многое многое другое прям человек оркестр до запомнить вот этот момент что я сказал по лору именно данный мужик людей привел к технологиям и еще по все тому же лору с момента катастрофы прошло около 200 лет приблизительно плюс-минус этому мы еще с вами вернемся в общем мы находим старика который знал этого айвен го хотя по правде сказать если он так велик как его описывают то его по сути каждая собака должна была знать старик рассказывает о похождениях айвена и мы едем в городок рядом с которым стоял дом нашего папашки там нам показывают кат-сцену в которой по радио нам сообщают о каком-то оракуле который находится за морем и о какое чудо главный герой находит морской ключ который позволяет вызвать древнюю субмарину в общем дуем в нужную локацию и там встречаем первого босса хотя боссы тут знаете так номинально для галочки первый босс это обезумевший сумасшедший кран символично убиваем его стоя на месте и затем дуем на поиски оракула в новой локации тоже есть разветвление пути квестового вас встречают друиды и тут у вас есть выбор замочить их и пойти по тропе войны или мирно объяснить что вы человек и в любом случае вы будете выполнять определенное количество квестов и узнаете что к оракулу есть тайная тропа и вот на подступах каракулу советую вам сохранится а еще снимите перед подъездом к охране оракула оружие и положите в багажник проехать к оракулу можно двумя способами либо сдав пушки безвозмездно либо выполнить квест по которому придется пидорить через всю карту туда и обратно поэтому я выбираю хитрость положил пукалки в кузов выбрал отдать оружие они забрали ни хера и мы как честные воины дорог просто вешаем пушки обратно и мандулим к этому самому оракулу подваливаем каракулу и о чудо это оказывается робот а точнее суперкомпьютер который поначалу выпендривался но потом понимает что мы не веруны какие-либо и перед нами комедию ломать не надо в общем мы отдаем ему загадочный диск и выясняется что для того чтобы прочитать данный диск нужен еще один диск и вот на этом моменте меня чего-то утомила потому что пошел в игре дико бесячий бэктрекинг нет серьезно в играх я больше всего не люблю бэктрекинг за диском надо было ехать обратно в хибару там выяснилось что его спыздили но благо дело бандит тупой и мы его нашли и обезвредили и диск отняли но тут у нас диск украла лиса или лиса кстати в английской версии это барышня называется алиса с чего у нас лиса черт его знает наверное ее хитрую жопу решили так выделить я в расстроенных чувствах поехал за этой падлой которая у нас украла диск она скрылась в тайном проходе прям в локацию которая напоминает подуставшую францию там узнаем от местного гопника что лиса скрылась у некого главаря акселя который как бы знатный перец и он ведет войну с местными гопник естественно пытается нас покусать но получив залпы всех орудий мирно осыпается удобрениями без гмо на землю матушку дуем к городам и тут у нас выбор примкнуть к алому рассвету и дослужиться до встречи с акселем чтобы выйти на лису или примкнуть к повстанцам и добраться до акселя чтобы надрать ему попец по секрету попец акселю драть будем в любом случае и в первом и во втором короче выполнив нудную цепочку квестов мы ловим лису и отбираем у нее наши шмотки ну а дальше снова бэктрекинг добираемся до оракула и он нам говорит что батяня наш решил совершить лояж в опасную пустыню а для того чтобы последовать за ним в пустыню необходимо конкретно усилить наше авто особым материалом композитным делать нечего едем искать материал выясняется что данный материал ставят как вставку бойцы колизея вызываем даму воительницу дорог на поединок ломаем ей ходовую и забираем сплав дальше все просто 90 тысяч бабла плюс сплав и мы получаем пропуск в пустыню и ой как удобно проход как раз рядом с нашей сгоревшей фазендой в пустыне сразу начинает бросаться в глаза то что пока мы далеко от городов они нам враждебны как только мы подваливаем к ним ближе то они сразу становятся к нам нейтральны выполняя квесты ловим бак с квестом на доставку нефти до пришлось полезть в гугл и поискать как можно отменить квест для того чтобы заново его взять потому что сохранился я тупая лошара очень далеко ну вот имбецил я такой забывал я часто сохраняться да в общем суть до дела выясняется что из городов слиняли старейшин но как только мы их находим оказывается что старейшины знают страшную тайну все это время городах нам втирали что они ведут какую-то войну неизвестными бандитами а по факту жители городов это и есть эти самые бандиты просто у них случается раздвоение личности пока они в городе они добрые и пушистые а как только они выехали за пределы города эти личности превращаются в бандюганов и начинают убивать всех подряд делать нечего мы решаем спасти старейшин благодело у нас есть ключ от морского порта и мы предлагаем вызвать субмарину для того чтобы она их доставила в безопасное место в обмен на информацию об том где находится айвенго после доставки старичков на субмарину они говорят что айвенго поехал вглубь гиблых земель но ехать за ним не особо то надо потому что там только смерть многие туда уезжали но никто не возвращался но мы-то не пальцем делан и поэтому мы поехали добравшись до места источника мы узнаем что это место крушение нло и что все кто слишком близко подходят к нему зомбируются неким сигналом нло и тупо на него пялятся там же рядом есть поселение в котором живет ученый присутствовавшие при вскрытии загадочного артефакта из-за которого все и накрылось медным тазом и тут у меня возникли вопросы подозрения но них чуть чуть позже на этом моменте у нас есть выбор на несколько концовок самая доступная концовка это мы едем грузовиком совсем близко к нло и видим кат-сцену как наш протеже выходит это же зависает в вечном пялене на тарелку еще одна концовка заключается в том что мы говорим что найдем способ всех спасти и отключить загадочное устройство дуем указанную точку и говорим с начальником электростанции и смотрим заставку в которой происходит перебой в работе электростанции и спадает маскировка с еще одного нло главный герой контактирует с пришельцами и узнает что это раса ниери и что люди сбили их грузовой корабль прибор они сами отключить не могут но создали какой-то блокиратор который должен помочь уменьшить влияние этого прибора и по пути к первой тарелке с блокиратором встречаем оракула который теперь ёманы в рот он вертолет короче оракул против блокираторов и нам его надо замочить должен сказать что у меня еще никогда так не горела хитбоксы оракула кривые вообще просто в хлам но уничтожив данный вертолет мы узнаем что блокиратор как бы помог что теперь ниери проводят опыты над людьми в открытую люди конечно смогли снять маски но только в лаборатории ньери и в общем целом люди стали подозревать что планы ньери не так просты как казалось и не помогать вовсе они прилетели не просто так они сидели скрытые пока на планете был полный пипец мягко сказать по их вине еще одна концовка концовка с оракулом открывается если вы выберете вариант разговора с ученым о том что все тут разнесете там тоже вы едете и встречаете оракула но на этот раз оракул нам друг он говорит что знает где находится город рядом с которым прячутся пришельцы и что они интервенты и враги всему человечеству именно они намеренно запустили корабль на землю чтобы люди нашли устройство в общем едем в тот же город и теперь уговариваем мужика отключить на время электростанцию также скрывается нло только теперь мы разносим элементы силовых контуров поддерживающих базу ньери и смотрим как тарелка падает ну и смотрим финальные титры в которых говорится что оракул уничтожил первое нло ядерным ударом и стал помогать людям но не все люди приняли его помощь были те которые не смогли смириться с тем что в их голове перестали шептать странные голоса о каком-то вознесении а теперь хочу разобрать кое-какие моменты и заострить внимание на них мне кажется что ньери действительно являются интервентами и устройство которое уничтожило большую часть биомассы планеты не просто убивала в некоторых диалогах а точнее в диалоге с ученым который на минуточку признается что он участвовал в исследовании и вскрытие нло когда его только сбили а это на минуточку судя по лору минимум 200 лет назад было то есть этот ученый прожил минимум 200 с лишним лет так вот этот ученый говорит что маски имеют двойную функцию во первых они дают людям дышать а во вторых люди давно не такие какими были ученый явно намекает на то что люди под воздействием данного устройства мутируют и причем не в лучшую сторону теорию мутации я охотно верю потому что как сам ученый прожил не менее 200 лет объяснить по другому трудно о чем нам как бы намекает и его маска она явно без носа без глаза и видно только монокль также о теории мутации говорит этот факт что одурманенные сигналом стоят возле нло и не умирают то есть они стоят десятилетиями столетиями и не умирают им не нужна еда не нужна вода и просто стоят и пялятся и из этого можно сделать вывод что не ере сами хотели заразить атмосферу плане люди лишь чуток вмешались в их планы сбив нло но в конечном счете они сами активировали прибор также мне что-то очень слабо верится что не ере не могли на протяжении долгих лет отключить свое устройство ну либо просто сами не могли уничтожить свой летательный аппарат на мой взгляд хорошая концовка в этой игре одна это концовка с оракулом когда он помогает людям да в каком-то смысле может показаться что оракул злой потому что он хочет нанести ядерный удар по нло но там как бы есть люди но если хорошо подумать этот прибор отравляет атмосферу планеты люди находятся на грани вымирания логично с точки зрения оракула пожертвовать единицами для того чтобы спасти всех остальных ибо не ере не особо чешутся помогать хотели бы помочь они бы помогли фактически сразу более того помогают они лишь в том случае если главный герой сам выходит с ними на контакт в противном случае они просто молча и безучастно наблюдают как бы не похоже на миссию спасения согласитесь оракул уже наоборот принимает решение уничтожить источник бед а потом еще и помогает людям внедряя технологии и создавая роботов помощников для людей что сказать эта игра была прекрасна в тот момент своего выхода и она хороша сейчас спустя 16 лет удивительно но сами разработчики признались что вдохновлялись они фильмами безумный макс и игрой вангеры что ж я охотно верю в то что и фильм безумный макс и игра вангеры были причастны к рождению данной игры концепт очень даже схож сама же игра хоть и кажется простой но она несет в себе очень много смысла отсылок и возможностей возможности как в обочных квестах так и в квестах основных сюжет скажем вам надо проехать город что находится на мосту соединяющим два берега реки а управляющий города говорит что мол осадное положение у них не пускают они никого бандиты бушуют что можно сделать вы можете поехать к мосту бандитов и заплатив им денег проехать казалось бы что тут такого да пустяк заплатили за проезд да вроде ничего только вот на обратном пути от оракова в городе том уже будут бандиты заправлять оказывается что деньгами чтобы заплатили за проезд они подкупили охрану и взяли город по тихому под свой контроль или же вы можете не платить бандосам а поехать в другой город купить взрывчатку и подорвать баррикады бандитов и раскидать их таком случае жители города тебе особо не будут рады и особо спасибо не скажут но совесть вас мучить не будет о том что вы как-то причастны к тому что город теперь под гнетом бандюков и таких примеров в игре хватает их сплошь и рядом есть целые цепочки квестов которые как бы выполняешь а потом на какой-то из развилок понимаешь что помогал гадам ползучим и что ты теперь очень на многое повлиял такими тонкостями пропитана вся игра видимо авторы хотели игрокам через призму этой игры показать всю обманчивость нашего мира и видимо из-за этого игра стала довольно популярна именно в нашем русскоязычном сообществе что сказать золотой фонд игр ах да именно на базе этой игры и создали многопользовательскую игру красаут вот но на этом я с вами дорогие друзья прощаюсь благодарю всех за просмотр видео и за поддержку неважно как монетой лайком или комментарием вы прекрасны спасибо вам пока пока бип-бип